Всем привет! Сейчас поснимаю квартиру, потому что я сейчас приехала в Москву, забрала обои у меня в багажнике. Эпопея с обоями была такая тоже непростая, потому что я сначала нашла те обои, которые нам порекомендовала, ну как бы не порекомендовала, а которые сделала дизайнер. Но когда я зашла на сайт на их, казалось, что они стоят 22 тысячи рублей, ну все-таки за одну стену как-то что-то. Сейчас немножечко не то чтобы не хватило, мы просто рассчитывали на несколько другую цену ремонта, но вышло дороже намного, поэтому мы потолки и двери чуть попозже будем делать, уж тем более мебель. Не стала я 22 тысячи рублей платить за одни только обои на одну стену в детскую. Решили, что почему бы не поискать их на Алиэкспресс. Нашла я очень похожую на Алиэкспресс. Ну, короче, заказала. Приехали они действительно быстро, классно, продавец отправил сразу, но суть в том, что приехала нам такая хренатень. За 4 500 или за 4 600 я заказала там, значит, флизелин, там все дела. Они приехали, я посмотрела, ну я-то, конечно, я не ремонтник, я в этом деле во всем не разбираюсь. Во-первых, они оказались не флизелин вообще, это самая обычная бумага, причем самая дешевая, просто самая дешевая бумага. Наклеить их качественно просто не было возможности. И когда мои мастера начали их клеить, они приклеили одну полоску, поняли, что здесь дело пахнет жареным. И вызвали отдельно женщину, которая занимается только обоями. В общем, она мучилась с ними очень долго, и в итоге все равно получилось ужасно. Здесь сделаю фотографии, как это все дело получилось. То есть приклеить даже супер-мега-гипер-крутой мастер, который специализируется именно по обоям, не смог. Короче, я написала на Алиэкспресс, типа, верните деньги, типа, что за фигня. Да, все вернем, ну как бы вернем, но не все, то есть полторы тысячи рублей. Я думаю, ну ладно, хотя бы сколько-нибудь. Вот, конечно, было жалко и обидно, но я прекрасно понимаю, что скупой платит дважды, и сама виновата, что заказала с Алиэкспресс обои. И я согласилась на то, чтобы мне вернули полторы тысячи рублей. И написала при этом отзыв, конечно же, что обои на самом деле ужасные, и покупать их не стоит, и что это самый дешевый материал, который вообще невозможно наклеить нормально. И мне в WhatsApp, представляете, прям на номер телефона приходит сообщение, типа, знаете что, давайте мы вам вернем не полторы тысячи рублей, а две тысячи рублей, и вы измените свой отзыв или удалите его. Ну, конечно, в общем, я говорю, ребят, типа, нет. Нашла на фотостене обои, это в, как это, я искала скандинавский стиль, чтобы там были горы, но была не фотография прям, да, а такие, ну просто обычные такие, в общем, такие графичные горы. Нашла за 9,100, 9,070. Сейчас еду в квартирку, как раз покажу вам вообще, что там происходит. Вот, кухню мы половину оплатили, мы оплатили 100 тысяч рублей, и потом еще, то есть придут замерщики, и когда уже, то есть будет прям, прям все по размерам, я оплачу еще половину стоимости, но пока на сегодняшний момент что-то, в общем, немножечко мы не уложились. Ну, в общем, я рассчитывала, что на определенную сумму будет уже и мебель, и все дела, и в итоге мы потратили ровно ту сумму, на которую я рассчитывала, но там еще нет потолков, которые стоят вместе с освещением тоже там под 170 где-то. Нету дверей, соответственно, плинтусов, потому что плинтусы у нас деревянные, и наши мастера не делают дерево, потому что у них нет станка, который ровненько делает вот это вот все углы. Вот, так что дверники все это дело будут делать. Так что, короче, дверей нет, потолков освещения пока нет, ну, там лампочки, конечно, да. Вот, сейчас уже на этой неделе позвоню газовику, чтобы он мне поставил колонку. Привели в порядок балкон, и это действительно очень миленько, очень красивенько смотрится. Мы туда поставим два стульчика, спокойненько будем там сидеть вот так вот летом, весной уже, когда-когда-нибудь переедем. Вопрос пока не стоит, когда мы переедем, потому что, во-первых, ремонт не готов. Во-вторых, что ты, мой зайчик? Во-вторых, у нас нет цели все бросить и уехать. Вот, у нас несколько такие иные, так скажем, планы, то есть сейчас это такая московская резиденция, да. Можно было сюда в отпуск съездить, погулять, походить, потому что метро здесь буквально вот прям три минуты. Три минуты, и ты на метро катишь куда угодно. Тут, по-моему, три километра до ВДНХ. Пока вот так. Мы не из тех людей, которые вот так вот легко покидают насиженное. Я сейчас вам покажу еще подъезд, потому что очень, знаете, так скрипя сердцем, так скажем, да, люди, когда выбирают, какую квартиру купить, или новостройку, или вторичку, почему мы взяли не новостройку, я уже отвечала на этот вопрос, оставлю вам ссылочку внизу под этим роликом. И, да, был такой страх подъезда, да, вот этого старого, страшного, такого ужасного, облезлого подъезда, вот. Но на самом деле нам, конечно, очень повезло, потому что, когда мы выбирали квартиру, мы выбирали не только квартиру, мы выбирали еще и подъезд. И я вам сейчас покажу подъезд, потому что подъезд у нас шикарный. И мало того, что когда я сюда приезжаю, когда мы с Сашей сюда приезжаем, мы постоянно видим, что здесь ходят специальные люди и моют окна. Потому что в моем подъезде, в электростале, на четвертом этаже, окно единственное помыто. Это на четвертом этаже, потому что я там живу. Я там мою окно, потому что, ну, невозможно. Просто когда ты вот ходишь, вот эта вот грязь, вот это вот все, это же... И подъезд становится темно, и неуютно, и некрасиво. И я вот, знаете, я просто... И причем у нас, например, вот там, где мы живем, у нас подъезд прекрасный. Он у нас чистый, у нас ухоженный, у нас хороший, но окна никто не моет. А здесь постоянно ходит женщина, намывает окна, намывает полы, вот, и там сделан ремонт. То есть там плиточка, что я говорю, сейчас я вам покажу. У нас тут детская площадка, такие беседочки. Миленько, у нас окна смотрят на улицу, не во двор. Вот мы заходим в подъезд. У нас тут плиточка лежит, все красиво, все чистенько. Пластиковые окна, все светло, все хорошо. Этот надо закрыть. Ау! Несу обои. Вот. И вот пока в таком состоянии. Дверь. Пока идут ремонтные работы. Аромат свежего ремонта. Такое все белое, красивое. У Сонечки здесь уже покрасили в серый цвет. И здесь вот как раз будут обои. Они вот эти старые сняли уже. Такие вот полы светленькие, красивенькие такие. Они не серые, не коричневые, не бежевые, не бежевые что-то вот между. Видите, здесь вот такая серенькая стеночка. Ну вот как по проекту была. А здесь будут обои. Сейчас вот покажу вам на фотографии, какие они будут. Вот. Здесь у нас нет подоконника, потому что здесь будет столешница. Здесь вот будет кроватка стоять. У нее здесь розеточки. Здесь будет подсветка. Здесь молоточный. И не только. Короче, вот поэтому по всему еще будет проведен инструктаж. То есть здесь вот все закрывается. Здесь у нас будет шкафчик стоять. Вот. Ну и, соответственно, все в доступе. Вот такие вот у нас полы. То есть здесь еще пока опять же все будет доделываться. То есть здесь вот шовчики белые. Они все укрыли, закрыли. Уже повесили унитаз, который вот он, собственно, у нас вот такой вот тут висит. Кухня. То есть ламинат везде один. Здесь у нас тоже будет столешница, поэтому тоже подоконник мы не делали. Здесь вот белые тоже все шовчики уже затерли. Здесь будет стоять холодильник. Здесь будет висеть у нас колонка. И что мы сделали из-за того, что у нас колонка? И нельзя закрывать вот тут вот ничего. То есть мы сделали вот такой выступ. От него пойдет натяжной потолок, а это вот так и останется. Потому что натяжной потолок лучше не делать вместе с вот этим вот дымоходом. Или как он там называется. Вот вытяжка. Все сделали. Все красивенько, беленько. На самом деле я вообще не парюсь по поводу того, что там колонка будет висеть. Нет, оно у нас красивенькое, бошевское, такое беленькое. Так что вообще никаких проблем тоже. Много розеток. Здесь много розеток. И здесь тоже розетки. Здесь розетки. И здесь розетки. То есть это обязательно нужно. Здесь у нас ТВ-кабель, интернет-кабель, три розетки. Это сделано здесь для телевизора. В общем, везде розетки, потому что розеток много не бывает. Самая такая большая комната. Она у нас, по-моему, около 17 метров. Здесь тоже. Единственное, что заглушки нет. Я сначала купила вот эту вот Ligran серия. В общем, у них нет заглушки под кабель, который, знаете, HDMI вот сюда вставляется. Вот. Ну что, мы ведь придумаем. Вот здесь у нас будет комод стоять. Здесь уже можно, в принципе, вызывать, я не знаю, сейчас или после потолков. Это кондиционер. Здесь у Саши розетки и тоже интернет-кабель. Показываю вам балкончик. Очень милый. Замечательный балкончик. Где тут? Одна ручка тут несчастная. Вот такой вот. Мы доложили здесь плитку. Вот это вот будет еще заделываться. То есть здесь будет аккуратненький такой спуск. Доложили плитку из ванной. И вот здесь вот они покрасили просто черным цветом. Ничего не шкурили, потому что, в общем, на балкон уже просто не осталось ни сил, ни средств. И здесь вот такие вот штучки я специально оставила для того, чтобы вешать потом цветочки. И у меня тут будут кашпо. В общем, представляете, как будет красиво, просто. Вот. Здесь у нас тоже мы сделаем, типа, подоконничка обязательно. И здесь у нас вот кондиционер. Он вообще не мешает. Вот мне кто-то написал, что, типа, вы будете сидеть здесь, и он будет мешать. Нет, он потому что он там подальше, а стул вот здесь будет стоять. То есть керамогранит. Это не плитка, это керамогранит. И он перепадает температуру. В общем, просто он все будет выдерживать. Спальня. Очень приятный оттенок, конечно, стен. Я вообще тоже сильно не заморачиваюсь. То есть просто я пришла в Люра Мерлен и просто выбрала тот оттенок, который я хочу. Все как бы. Оттенок теплый. Блин, на видео прям холодный, представляете? Нет, он прям такой тепленький оттенок. Стены очень-очень приятный. Такой кофейный. Комната очень маленькая. Здесь, собственно, вот она, кровать 160, как бы, да. И здесь вот будут шкафчики еще тоже стоять без тумбочек. То есть здесь вот тумбочки, они будут встроены как раз-таки в мебель. Мебель будем делать на заказ, потому что все должно быть эргономично. Ну и, собственно, это гардеробная. То есть здесь мы расположим, в общем-то, все, что только можно. Ламинат вообще, я просто, я обалдею от этого ламината. Он очень красивый, он прям вот как дерево. Очень классно. Вот. У него тут такие фасочки еще небольшие есть. Говорят, что так более долговечные. Это такая вот зона прихожей. Здесь закрыто это зеркало. Здесь дверь мы брали зеркалом, по-моему, российского производства, ульяновская, по-моему, дверь. Здесь мы будем разуваться, разуваться и уже потом проходить вот сюда на чистенькое. Мы приехали домой. Я вам сейчас кое-что покажу. Видите, этого товарища? И у него, только-только зашли прям домой, у него такой вот ошейничек классный. И мы вот так любим. У нас ошейников на самом деле несколько штук. Вот. Но вот этот он у нас прям постоянный. Постоянно он его носит. И это полуудавка. Сейчас я вам покажу. Вот видите, здесь вот он ход. Несколько сантиметров. То есть собака с него не убежит, но он не давит. То есть если вдруг он куда-то погонится, что-то здесь... Ты мне лапку даешь? Вот. Он просто вот так вот оп. Вот. И четко по шейке, по горлышку делается. То есть он его не душит. Это не удавка. Это полуудавка. Очень классно. А когда он свободно, он просто вот у него свободно висит здесь. Это очень удобно оказалось. И обычными ошейниками мы не пользуемся. Вот. Я заказала еще два. У нас на самом деле есть еще вот такой вот синий, но он не пользуется спросом у нас. Потому что он синий. Не знаю. Вот что-то как-то... Он клевый. Он очень качественный. То есть они вот стираются. Мы черный стирали. Я, мне кажется, уже раз пятьдесят его стирала. Вот. Этот со стразиками. Есть обычные, но я даже показывать их не буду. Был вот такой вот, который прям совсем неудачный. Потому что у него вот такой материал очень странный. В общем, вот такие они вообще прям самые-самые лучшие. Я заказала ему еще два. Заказываю все время в одном и том же месте. Это Юка Колор. У нее не дешевые ошейники, сразу говорю. Не дешевые. Но они того стоят. Взяла красные. Вы только посмотрите. Посмотрите, какое чудо. Сейчас мерить все будем, Джимочка. Все сейчас будем мерить. Знаете, почему с шипами? Почему тоже пользуются спросом? Потому что вот мы тоже ездили отдыхать, когда в Кисловодск. Собака тоже на него прям напала, щенков защищала. А первым делом, куда собаки кусают? Конечно, в шею. И из-за того, что он у нас очень-очень добрый. Он, конечно, пытается себя как-то защитить. Но ему проще убежать. То есть он вообще абсолютно не агрессивный. Не умеет драться. Вот. Поэтому вот прям спас. Реально вообще. Я прям была так счастлива, что на нем вот этот вот ошейник с шипами. Вот. Так что это не для брутальности. Это не для чего-то там такого типа. Вот у меня собака крутая. Там все такие рокеры, все из себя. Нет. Ни в коем случае. Для безопасности. И вот такой вот черный тоже с шипами. У нее там есть вообще прям длинные шипы. Но длинные не нужны. Потому что они неудобны. Особенно, когда в машине не ездим. То есть вот. Здесь есть штучка для адресника. Но адресник у нее... У него отдельно мы у них тоже заказывали. Есть Yuka Color и Yuka Address. А это прям под цвет глазок. Смотрите. Вот такая красота. Сейчас будем мерить. Золо... Ну, Джим, сделай морду попроще. Все хорошо. Он просто очень не любит сниматься. Я как только камеру включаю на него, он сразу... Чего ты не снимаешь? Вот. Тут кольцо для поводка. Я поводки у них заказала вот к синему. Но у меня рулетка. Мне рулеткой удобней. Ай, какая красота. Да? Ты рад? Ты рад? Я прям смотрю, ты прям счастлив. Прям вообще. Одной рукой просто неудобно. Я обычно ему увки придерживаю. Вот так вот он снимается. И вот такой. Ну-ка давай вот так. Опачки. О, какая красота. Посмотрите, какой чудо. Прям красный очень давно хотел. У него и шлейка красная ему очень идет. Ой, ну вообще собака Баскер Вилли. Вот. И здесь вот он, видите, прям блестит. Весь переливается. Вот он прям вот он болтается. Он не мешает. И широкий, когда... Если вдруг он там за кошечкой побежит, то есть его вот так вот оп. И это ему ничего здесь не натирает. То есть он вот широкий, классный, удобный. И вот, видите, опять же, полуудавка. То есть она вот здесь вот четко по... Прям четко по шее. И вот такой вот адресничек у нас красивый. Он всегда с ним. И дома, и на работе. В общем, всегда адресник. Мы никогда не снимаем. Я его снимаю только, когда я Джима мою. И все. Потом сразу снова надеваю. Так что вот эта вот штука всегда с ним. Дай лапу. Молодец. Хороший пес. Писали, почему котика не видно. Где котик? Вот он котик. Котик, давай мы тебя тоже найдем. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Подождал. Исказал из Кисловодска. Очень соскучился. Просто нереально соскучился. У него начала выпадать шерсть. В общем, видимо, от стресса. Вон, видите, какая чуть-чуть залысинка. Но я его вычесала, поэтому залысинка больше от того, что я его вычесала. А так надо сейчас с ним к врачу съездить, потому что мне прям не дает покоя. Здесь вот еще не разбирала, что привезла с собой из Кисловодска. Носочки я в том году покупала две пары. Они такие классные. Они тоненькие. Это натуральная овчина. Они очень тоненькие, но шерстяные. Прям в них тепло очень хорошо. Я их накупила сразу вот три штуки. И подарила такие же еще Сашиной маме. То есть четыре штуки. Взяла еще вот такие вот подлиннее. Они уже такие пушистые. Это вот на зиму. А это я взяла в подарок. Так, это у меня iHerb надо будет снять. Эти уже прям теплые-теплые. Прям папочка будет греться зимой. И немножечко такая детская тема. Мы сейчас будем готовить Сонечку, конечно же, к первому классу, уже к школе. И сегодня пойдем я в Айлберис, заказала ей платье. Нету определенной формы. В смысле, чтобы ходить, например, вот так вот, да, вот каждый день в школу. Но самое главное, чтобы было все опрятненько, аккуратненько, без яркого, без таких открытых, так скажем, рисунков. Сказали на праздники, вот на 1 сентября купить что-то такое темно-синее, да, что-то такое прям, ну, понятно, да, мальчикам это костюмы, девочкам это либо сарафан, либо платье. И мы подумали, я посмотрела очень много классных сарафанчиков. Вот здесь вот оставлю, вот, собственно, из чего я выбирала. И все-таки мы решили взять платье. Вот именно платье, не сарафан. Потому что, во-первых, сарафану нужна блузка, чтобы найти нормальную, обычную блузку без вот этих вот валанов кругом. Это просто, я не знаю, это вот надо умудриться. Поэтому мы решили взять такое сдержанное, такое классическое платье, но с очень милыми такими узорчиками, с такой изюминкой. Вот, поэтому сейчас уже потихонечку собираемся. Вот только сейчас, вот недавно было родительское собрание в школе, которое мы благополучно пропустили, потому что мы были в Кисловодске, но будет еще одно. Но наш сосед со второго этажа, у него сын тоже идет в эту же школу, тоже в первый класс. И он, собственно, нам скинул список того, что нужно купить, там, на уроке труда, на уроке рисования, вообще просто там, да. И я уже заказала портфель, ну, ранец, рюкзак, в общем, тоже на Wildberries, в общем, нашла. Если не подойдет, сдам обратно, ничего страшного, деньги там нормально возвращают, и куплю что-нибудь еще. Потому что я перечитала очень, очень много отзывов, советов, каким он должен быть. Ни в коем случае, чтобы он был небольшим, потому что на большинстве рюкзаков написано с 12 лет, и они прям большие. Вот, конечно, не хочется перегружать ребенка, чтобы у нее вот эта вот штука была за спиной огромная. Как иногда видишь первоклассников, думаешь, боже, как он это несет вообще. Ну, то есть, такие огромные рюкзаки. И тут нужно, чтобы верх был по плечи, чтобы низ был где поясница, то есть, не ниже, да, чтобы он там на попу не свисал, потому что иначе будешь ходить вот так вот, и спина будет просто отваливаться. Вот, в нашем детстве рюкзаков таких ортопедических не было, что очень плохо. Вот, поэтому будем искать все такое нормальное, здоровое. Самое главное, чтобы ребенку не навредить в плане здоровья. Так что, да, конечно, будет отдельное видео. Я очень рада, что вы были со мной, спасибо вам большое, что вы смотрели этот влог. Всех вас очень люблю, целую, до следующего ролика, пока-пока!